Здравствуйте, я Лилия Тимеева. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. В Щелковском историко-крывеческом музее началась весна с выставки цветов цветения искусства. В библиотеках Щелковского района также проходят интересные мероприятия. О них расскажем в Культкурьере. По одежке встречают. В рубрике «Из века в век» расскажем об истории одежды. Ну и, конечно, Культ Просвет сегодня о Международном женском дне. В Щелковском историко-крывеческом музее открылась великолепная выставка цветов цветения искусства. Посвящена она самым прекрасным созданиям – цветам. Украшенные цветочным рисунком изделия из фарфора, текстиля, стекла, предметы дамского туалета на выставке были представлены поистине уникальные вещи. Цветы – это жизнь, это красота, расцвет и сила, это вдохновение и романтика, это признание в чувствах, таких же прекрасных, как и сами цветы. Весна близко, но в Щелковском историко-крывеческом музее она, кажется, уже наступила. Здесь распустились настоящие цветы – лилии, пионы, розы и даже сирень. Все это представлено на выставке цветов. Весенняя выставка «Цветов цветения искусства» привлекает внимание с первых минут пребывания в выставочном зале Щелковского историко-крывеческого музея. Предметы быта, больше похожие на произведения искусства, выглядят как музейные экспонаты, рассказывают о тенденциях моды, традициях, специфике времени. Директор музея Наталья Богданова рассказала гостям о подготовке к выставке и поблагодарила за поддержку в этом непростом деле. Я, конечно, огромное спасибо хотела бы произвести своему коллективу, который очень много проработал на этом. Прежде всего, конечно, художник, занятий, который разрабатывал стенды, которые представлены информационные, так сказать, стенды, рассказала о цветах, собравоевых материалов. Конечно же, нашим отделам хранения, которые, мне кажется, пробежали километров 10, пробегали 10 километров в день, со второго на первый этаж постоянно, потому что, ну, вот так у нас пока все организовано. Ну, мне кажется, выставка получилась, мы гордимся ее. Я с радостью ей делилась социальных сетях, потому что мне очень хотелось, чтобы как можно больше народу в нее попало и посмотрело. Украшенные цветочным рисунком изделия из фарфора, текстиля, стекла, предметы дамского туалета. На выставке представлены поистине уникальные вещи. Например, фарфор конца 19-го, начала 20-го века, вышивка гладью и крестом, дополненная кружевом. В экспозиции можно увидеть и свадебное платье 1870-х годов, очень нарядное и элегантное. Знаменитые жестовские подносы, щедро украшены цветами, крестьянская одежда, также расшитая цветочным узором. Оригинальность выставки еще и в том, что Московская областная библиотека имени Крупской предоставила ботанические альбомы рубежа 19-20 веков. И каждый посетитель может не просто посмотреть, а еще и почитать о цветке. Очень приятно, что в преддверии Международного женского дня все-таки музей четко, следуя заложенным традициям, не пренебрегая ими, готовится и делает такие замечательные выставки. Любой цветок, по сути, он красив. Конечно, все равно нужно относиться к этому очень трепетно и очень нежно. Экспозиция удивительная. Мне очень понравилась. Она сделана с таким потрясающим тактом, вкусом, деликатностью. И вот в ней есть и тихая радость, и восторг. Вот, наверное, за это вам огромное спасибо. Продлится выставка до 26 марта. Спешите посетить и увидеть прекрасное цветов цветения искусства. Мне очень нравится фарфор, особенно роспись цветы. Это напоминает весну, это прекрасно, особенно для глаз женщины. Мне очень понравилось. Спасибо организаторам выставки. В рубрике «Культ-курьер» по традиции расскажем о самых интересных культурных событиях в Щелковском районе. Замечательную традицию проведения творческих встреч жителей района с артистами продолжают в Межпоселенческой районной библиотеке. Так интересной и крайне познавательной стала и встреча с поэтом-музыкантом, членом Союза писателей Москвы Григорием Ипштейном. Его авторский вечер прошел 10 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке. Григорий Израильевич – профессиональный музыкант, скрипач, пишет стихи и издает их. Последние 15 лет выступает как автор и исполнитель своих песен, аккомпанирует себе на гитаре. Программа «Вечера. Григорий Ипштейн и друзья» составила из двух страниц. В первой части программы Григорий Израильевич исполнял песни на свои стихи и музыку. Григорий Ипштейн обладает красивым бархатным голосом, прекрасно владеет инструментом. Песни и стихи о любви, о любимой женщине, о сердечных переживаниях не оставили равнодушными зрителей. В пальцах наших встретившихся рук, где потом мы были, я не знаю, только в кровь мы помню, в тишине. Только те слова, что убивая, нам прощать не дышит в головной нерва. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если ж нет любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никакого. 17 февраля в Щелковской городской библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Солженицын фотограф». На мероприятие пришли ученики 9 классов школы номер 17. Александр Исаевич Солженицын – человек необычной судьбы, самобытный писатель. Ведущий библиограф познакомил ребят с жизнью и творчеством Александра Исаевича, с испытаниями, выпавшими на его долю. Рассказ сопровождался красочной презентацией. Гости мероприятия посмотрели небольшой документальный фильм, в котором современники Солженицыны делятся своими воспоминаниями о нем. Помимо писательского творчества, Александр Исаевич увлекался фотографией, но не был профессиональным фотографом. Освоением фотоискусства он занимался самостоятельно в обстановке не самой благоприятной в годы своей вечной ссылки в казахском ауле Коктерек, куда он был отправлен машиной КГБ после 12 лет тяжелых жизненных испытаний, фронта, тюрем, каторжного лагеря. Снимки, представленные на выставке, сделаны в конце 1950-х – начале 60-х годов. В то время процесс изготовления фотографий был иным, нежели сегодня. Невозможно было получить результат без глубоких знаний и навыков в этом деле. Освоение процесса занимало продолжительное время. Сегодня эти фото – настоящая машина времени. Разглядывая их, мы как бы оказываемся их современниками, видим живых людей, ощущаем атмосферу и воздух эпохи. На выставке представлено более 40 авторских фотографий Солженицына. Оригиналы сделаны дальномерным фотоаппаратом «Зоркий». Выпускался он в СССР до 1956 года. Отпечатки черно-белые, формат 6 на 9 сантиметров. На обороте рукописные комментарии Солженицына. Некоторые из них приводятся фоксимильно. После просмотра фотографий школьники посмотрели фильм о Матрёне Васильевне Захаровой – прототипе героини рассказа «Матрёнин двор». Увидел много его фоторабот и узнал, какие книги он писал. Узнал о его семье и о его жене. И то, что у него была достаточно долгая жизнь, тяжелая. Было очень много красивых работ. Больше всего меня привлекло одинокое дерево. Ну, как мне кажется, оно, может быть, символизировало его как бы. То, что он с детства был достаточно одинок. Хоть и не одежда красит человека, но все же встречают именно по ней. Сегодня в рубрике «Из века в век» расскажем об истории одежды. Сегодня у жителей городов, поселений, да и деревень есть уникальная возможность приобретать одежду, уже готовую, на любой вкус, размер и цвет. А как делали одежду и одевались наши предки? Для защиты и украшения своего тела, жилища и быта человек использовал различные природные материалы, в том числе ткани и текстиль. Многочисленные письменные источники и раскопки свидетельствуют об истории возникновения тканей. Еще в древние времена человек умел выращивать, добывать волокна и перерабатывать их в текстильные материалы и изделия. Самыми древними текстильными материалами, используемыми человеком, являлись шкуры животных. Особенности древнего климата требовали того, чтобы одежда служила защите тела, нежели украшением. Украшение же одеждой уже говорило о социальном статусе. Позволить себе дорогие ткани могли немногие. Использование в интерьере также скорее было необходимостью. Для жилых помещений использовались шкуры и мех животных. Они служили защитой от холода и располагались на полу и в дверных проемах. Человеку всегда было свойственно стремление к красоте, и стремление красиво одеваться было во все времена. Всегда существовало разнообразие стилей и модной одежды, которые варьировались в зависимости от местности и социального положения. Для каждого социального класса существовали определенные формы и виды одежды, тканей, деталей наряда и украшений. Одежда рассказывает о многом, она даже открывает скрытые желания. Костюм раба, земли, пашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До 13 века это чаще всего набедренная повязка или длинная до колен рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими находками портных, какими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды – игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде, средневековые швейники добились колоссальных успехов. Авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Заметьте, сегодня это тоже можно увидеть на современных подиумах. Законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы. Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в 14 веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми в России только-только познакомились. Парчи, атласа, тофты, кокошники и кички украшались жемчугами. В принципе, те же формы одежды бытовали и у других слоев населения. С той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром Первым европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными привычной одежде, традиции которой переходили из века в век. Но все же интересен в данном контексте именно способ изготовления одежды. Какие ткани делали на Руси, как изготавливали одежду в домашних условиях? Шерсть и лен являются исконными русскими тканями. Они использовались в одежде человека интерьера в Древней Руси. Простой люд носил гробую суконную одежду. Из тонких полотен шили женскую одежду и свадебные рубахи для мужчин. Украшением одежды служило узорное ткачество – вышивка. На Руси вырабатывались как гладкие ткани, так и рисунчатые полотна. Ткались узоры орнамента, которые использовались как для украшения одежды, так и для убранства интерьера. В современном мире очень легко выбрать подходящую одежду. Но как же раньше шили девушки себе, например, рубаху? Для этого мы попробуем усесться за настоящий ткацкий стан и вообразить, как это было. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Много кто знает слова из этой сказки Александра Пушкина. Но мало кто помнит и знает о том, что когда-то ткачество было главным делом жизни девушки. А еще в Африновском музее есть девушка, которая владеет этим мастерством – Екатерина Чернова. Катя, я вижу в руках у вас такой замечательный, интересный предмет. Это веретено. Русское веретено. Веретено бывает разный. И вообще ткачество – это тема очень-очень обширная. Говорить о ней можно очень-очень долго. Но действительно для нашего края этот ремесло, можно так сказать, имеет определенное значение. Дело в том, что у нас ткали не только в домах для себя, но наш край славится текстильной промышленностью. То есть фабриками, фабричками, кустарными небольшими производствами. И на гербах многих наших поселений, в общем-то и в Щелковский герб, и в Фрианово, Трубино, можно увидеть челнок. К сожалению, когда сейчас показываешь детям, они не могут догадаться, что это за предмет. И для чего он нужен, почему-то все время говорят «шить». Я говорю, не шить, ткать. То есть шить, они еще могут себе представить, что вот можно шить. А то, что можно ткать, это совсем уже как бы сложно. И пусть сложно, но очень интересно, а значит, мы попробуем. Ну как устроена самопрялка, да, мы видим колесо, катушку, на которую будет наматываться, готовая уже ниточка, да. И путем привода, вот у нас там есть пидалька, да, когда мы нажимаем на пидальку, у нас начинает, видите, у нас оскакивает, у нас начинает крутиться колесо. И таким образом, также у нас есть прялка, в данном случае это шерсть, причем шерсть крашеная, уже такой более современный материал. И точно так же из него мы тянем ниточку, вот, и она вот на эту катушечку наматывается, поскольку у нас здесь работает нога. Вот дальше все это разбирается, вот эта катушка, она вот отсюда вот вынимается, и пряжа отсюда перематывается уже на цевку. Цевка это то, что вот в челноке, здесь на спице катушечка, которая одевается, называется цевка. И дальше уже можно ее использовать непосредственно в качестве. Лен является первым волокном, оккультуренным и освоенным человеком. Лен выращивали и пряли во многих государствах древнего мира. Данная ткань была очень драгоценной и даже считалась символом власти. Лен ткали на горизонтальных ткацких станках. После придения ткань специальным образом растягивали. Качество льна определялось тем, насколько хорошо тянется изготовленная ткань. После растягивания льняную ткань выбеливали на солнце. Окончательная отделка уже была по необходимости. Ткань лощили и плессировали, расшивали нитями, бусинами и даже золотом. Ткань делали и из льна, и из крапивы, и из конопли, и из хмеля. Ткани часто получались плотными и очень жесткими. Все тонкие и легкие ткани ввозили на Руси за границей. Готовую ткань красили. Краски, надо сказать, использовались только натуральные. Дубовая кора давала желтый и черный цвет. Ольху использовали для коричневых цветов. Винный, камень и щавель давали желтые цвета. А с помощью девесила получали синий. Зверобой в разном температурном режиме давал желтый, розовый и красный цвета. Натуральные краски были очень стойкими. Шелк и хлопок считались тканями знатия. Недаром в нашем богатом ткацкой истории районе шелкоткацкие фабрики процветали. Все ткани на Руси были домотканные. Это значит, что в каждой семье был свой ткацкий стан. И женщины сами ткали на нем ткань, чтобы шить одежду для своих семей. Если появлялась лишняя ткань, то ее часть везли на продажу. Первые ткацкие станки на Руси появились в 10 веке. Они были как вертикальными, так и горизонтальными. Вот такой станок стоит в музее. А рядом с ним прялки. Можно долго и много рассказывать о разнообразии тканей и их истории. Сегодня наряду с натуральными используются и химические волокна. История возникновения тканей из химических волокон относится к концу 19 века. Именно в это время были получены первые нити из химического волокна. Да и способы изготовления одежды, согласитесь, изменились. От домотканных и мануфактурных они стали в прямом смысле производственными. Сегодня на подиумах можно увидеть даже съедобную одежду. Существует и одежда из эко-материалов. В общем, технический прогресс коснулся и этой части человеческой жизни. А вот любопытно, какой станет одежда, например, лет через сто? Может быть, ее графически будут воспроизводить прямо на теле человека? А вы как думаете? 8 марта Международный женский день. А насколько хорошо знают наши жители об истории этого праздника, расспросим в Культ Просвете. Хотите верьте, хотите нет. А есть легенда, что Международный женский день отмечался еще в Древней Греции. Только назывался он, конечно, и международным. И отмечали его прекрасные богини. И не 8-го, а 1-го марта. Но так это или нет, мы утверждать не можем. А вот то, что 8 марта ежегодно отмечают букетный конфет на Международный женский день, без запинки расскажет даже дошкольник. Но далеко не каждый взрослый знаком с необычной историей этого любимого всеми праздника. Праздник 8 марта. Вот кто его, скажем так, учредил? Кто идейный вдохновитель? Ну, насколько я знаю, он изначально был революционерками, женщинами. Фамилию вспомните? Вот вчера только читала. Не помню. Одну звали Клара, а другая? Клара Цеткин. Да, да, да. Да, да. Женщина-феминистка, революционерка. Но сейчас его, в принципе-то, отмечают просто как женский день. Уже никто не вспоминает этого. Этот праздник произошел день равенства между женщинами и мужчинами. Какой марта день? Кто учредил? Я не знаю и знать не хочу. По-моему, Клара Цеткин. Да, я так думаю. Клара Цеткин и Роза Лексенбург. Отлично. А за что боролись женщины? За справедливость, наверное. За права, да? Ну, конечно, я-то знаю, девушка. Кто? Клара Цеткин и Роза Лексенбург. Ой, какой молодец. Как же зародилась традиция поздравлять прекрасную половину человечества и что именно послужило поводом для появления этого замечательного весеннего праздника. Впервые день 8 марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Вот зрелище-то. Таким оригинальным способом они хотели привлечь к себе внимание общества и властей. Участницы шествия требовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве и служить в армии рядом с мужчинами. Через 7 лет феминистки повторили свои требования, но уже в государственном масштабе. После чего в США был провозглашен Национальный женский день. В России женский день впервые отметили в дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 года. В этот день прошло одобренное правительством научное утро по женскому вопросу. В его повестке стояли проблемы материнства, инфляции и право голоса женщины. В революционном 1917 году действующее правительство, между прочим, не дало возможности петербурженкам отметить международный женский праздник. Попытки примкнуть к женщинам других стран закончились столкновениями, пришедшими на демонстрацию и февральскую революцию. В 1921 году на заседании Второй коммунистической женской конференции было постановлено приурочить празднование 8 марта к памяти об этой демонстрации, которая невольно стала предвестницей февральской революции. Вот вам и повод задуматься. Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин, немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно она, будучи лидером женской группы Социал-демократической партии Германии в непростом для коммунистов в 1910 году, на Международной женской конференции вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира. Поддержала великую идею Клара и ее подруга Роза Люксембург. Тогда совместными усилиями они организовали акцию трудящихся женщин, в том числе представительниц древнейшей профессии. А идея, в общем, такова. Ежегодный праздник, отмечаемый в один день, сплотит женщин различных стран в борьбе за равные права. Главным предназначением нового праздника была борьба за свободу и равноправие работниц женского пола. Надо отметить, что первые женские праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И только в 1914 году свой праздник, труженицы мира, отметили именно 8 марта. Дорогие женщины, и не забудьте, хоть труд и сделал из женщины феминистку, но все же наше главное предназначение любить и, конечно же, быть любимыми. С 8 марта вас, дорогие женщины! Счастья вам! На сегодня это все. С вами была Лилия Тимеева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова